прежде всего техническом, потому что он известен в мире как основоположник теории космического полета. Но у него было много других мыслей. Это один из космистов, ученых-космистов. Так, ну, слайды. Давайте посмотрим. Так, это конец. Итак, четыре линии жизни. Что это означает? Мы будем говорить о жизни Циолковского, как она сложилась. Жизнь необычная, потому что он не учился в школе, почти не учился, не получил высшего образования, хотя и стал ученым. Это был самодеятельный ученый. Далее поговорим о его творчестве техническом, вторая линия. Немного затронем мировоззренческие вопросы, философия, религия, верил ли он в Бога, каким образом верил. И, наконец, его представление об устройстве общества. Как он представлял себе будущее людей на Земле и в космическом пространстве. Это здание, в котором мы сейчас находимся. Музей носит имя Константина Эдуардовича Циолковского. Вот портрет, один из лучших портретов ученого. Посмотрите, пожалуйста, гордая осанка, человек, который смотрит смело в будущее. Он себя считал красивым человеком, и, наверное, это так и было. Такой студийный портрет. Маленький Костя Циолковский. Родился он под Рязани. Он всегда всю свою жизнь жил в провинциальных русских городах. С Москвой и Санкт-Петербургом, то есть столицами, научными столицами России, он имел контакты, конечно. Более старшие ученые помогали ему, таких как Сеченов, Столетов, Жуковский, Менделеев. Они помогли ему войти в научный мир, публиковали его первые статьи. Но все-таки это была жизнь провинциала, который работал учителем в обычной школе. Более 40 лет. Родился мальчик очень веселым. В детстве, в раннем детстве был очень веселым. Его в семье звали Птицей. В семье было 13 детей, он считал. Он был младшим мальчишкой. Рассказывал сказки, сам сочинял. Платил старшему брату копеечку за то, что он слушал «Мои бредни», как он пишет. Но в 10-летнем возрасте жизнь его резко изменилась. Он оглох после перенесенной скарлатины, не полностью, на одно ухо потерял слух. И тогда жизнь его изменилась очень серьезно. Он вспоминал, что братья и сестры не хотели со мной играть, не хотели гулять. Мама занималась, давала домашнее образование. Но мама умерла тоже очень рано. Ему было 12 лет всего. И тогда отец работал. Ему надо было кормить многочисленную семью. И ребенок остался предоставленным самому себе по существу. Ну вот о родителях. Эдуард Циолковский был поляком. Циолковский писал, что отец чистокровный поляк, но польского языка к моменту моего рождения, это 1857 год, уже никто не знал. По-польски не говорили, говорили по-русски. А мама была наполовину татарской крови, наполовину русской. И ученый полагал, что в нем счастливо соединились качества отца и матери. Отец был сильный волевой человек, талантливый, изобретал какие-то домашние приборы, инструменты, машины. А мама была очень веселого, живого характера, пивунья, хохотунья. И вот этот талант от мамы тоже передался. И он всю жизнь напевал про себя без слов, сочинял какие-то свои мотивы. Таково было его детство. Что происходит дальше? Что происходит с мальчиком его 10-12 лет? Он посещает школу, училище, простите, гимназию, классическую гимназию того времени. Он изучает языки, латынь, древнегреческий язык. Ему это неинтересно. У него другие технические способности очень рано определились. И мало того, он считал, что плохо понимает учителя. Почти не слышит, не может общаться с одноклассниками. Из третьего класса гимназии отец забирает его, и он остаётся дома. Что он мог делать дома, когда все ушли? Отец на работу, его братья и сёстры в школу. Он остался наедине с книгами из библиотеки отца. Рано начал читать арифметику, геометрию. В основном технические книги его привлекали. И начал получать самообразование таким образом. И лет в 15 он стал изобретать свои какие-то технические вещи. К сожалению, он написал их очень коротко. Мы не знаем, что это такое. Мы их не реконструировали. Он писал, что придумал музыкальный инструмент с одной струной, который приводился в действие ножной педалью. Что это могло быть, мы не знаем. Самодельные мельницы. Они были бумажными, но как-то действительно сами бегали у него, катались по полу и по столу. Однажды он увидел токарный станок. Сказал отцу, я понял, как он устроен, я смогу сделать такой же. Отец спорил, говорил, нет, ты не сумеешь, это очень трудно. Надо иметь специальные навыки. Сделал и точил на нём дерево сам. И тогда отец понял, что глухой ребёнок очень талантлив и направил его в Москву в 16 лет. Но семья жила очень скромно, средства особо не было. Это дворянская семья с очень древними корнями, как узнал уже Циолковский, будучи взрослым человеком. Но отец находил деньги, чтобы посылать ему ежемесячную поддержку в Москву. И он думал, что, может быть, мальчик сможет устроиться в техническое училище, военнослушателем, как тогда было принято в XIX веке, или каким-то другим образом. Нам неизвестно, пошёл ли в какое-то училище Циолковский или нет, но он отправился в центральную библиотеку, которая находилась в центре города, очень большую техническую библиотеку, и снова оказался наедине с книгами. И там уже он занимался высшим образованием, изучал высшую математику, читал книгу «Основы химии» Менделеева, которая только что тогда вышла. И там сложились его первые интересы, первые фантазии технические. О чём же он мечтал? Он думал о том, что земной шар, какие есть движения земного шара, это суточное вращение, которое мы все прекрасно знаем, вращение вокруг своей Сизы за 24 часа. Это вращение вокруг Солнца, годовое вращение, годичное вращение, которое даёт времена года. И Циолковский, как бы глядя на планету со стороны, вот он гражданин Вселенной, он так позиционировал себя, он так писал об этом. 17 сентября 1857 года родился гражданин Вселенной. И он задумался, а можно ли человеку использовать силу вращения земного шара? Вот эти движения планеты. Нет, конечно, нет. Он дал совершенно правильный ответ сам себе. Нет, это невозможно. А можно ли устроить гигантский дирижабль, который бы носился по воздуху, там, где не надо прокладывать дорог, такой дирижабль, который бы связал все народы Земли, нашей родной планеты в единую дружную семью? Да, это можно. И он позже начал разрабатывать такой проект. Вот эти мечты, фантазии, они воплотились позже в его научно-техническом творчестве. Но жизнь шла своим чередом. Он вернулся три года спустя из Москвы домой, в Рязань, и там он вернулся с облаков на землю. Он понял, что ему надо каким-то образом укорениться в жизни. Кем он будет, как он будет жить? Он пошел в местное училище, сдал экзамены на звание учителя уездных классов, то есть начальной школы. Конечно, учителя математики и физики. Эти предметы были близки. Он давал частные уроки. Он получил, таким образом, свои первые деньги. Отец был очень рад. Он понимал, что вот этот мальчик, который, может быть, его судьба была остаться инвалидом, но нет, он выбрал определенный путь в жизни, и он будет уже самостоятельно идти по этому пути, сможет зарабатывать, сможет кормить себя и свою семью. И сейчас мы поговорим об учительстве, о том, где и когда он работал, каким образом. Старинный город Боровск, Калужской губернии. Тогда он находится на полпути между Москвой и Калугой, более крупным губернским городом. И вот в этот старинный, красивый, утопающий в зелени город Циолковский получил назначение из Рязани. То есть он уроженец Рязани, по существу, но основу космонавтики он создавал уже в Калужской губернии, здесь у нас. Вот так выглядел Боровск. А это экспозиция нынешнего музея Циолковского в Боровске. Это отдел нашего музея, он мемориальный, он создан в доме, где семья снимала квартиру. 20-летний Циолковский приехал туда, он начал преподавать в школе и стал просто блестящим учителем, он очень отличался. Он имел опыт самообразования в детстве своем и понимал, что нужно то, что сейчас мы называем интерактивом. То есть вот очень сухое преподавание в школе того времени он совершенно изменил. Он свой класс мальчиков выводил в поля, они измеряли с помощью простых инструментов расстояние, встроили планы местности. Он сделал шар. Вот на этом слайде мы с вами видим небольшой шар воздушный. Он постоянно устраивал эти шары, поджигал их, они наполнялись просто горячим дымом. И вот этот батага мальчишек во главе с Циолковским мчалась по узким улицам этого тихого города, делал самодельные лодки, катал и своих детей позже, и школьников. И просто школа смотрела на него, как на совершенно необычного человека. И мне представляется, что тогда, вот в те времена, это были 1880-е годы, ему было 20, 25, 28 лет, что он был абсолютно счастливым человеком. Он состоялся, он женился, родились первые дети в Боровске. Он был блестящим педагогом, которого оценили за этот талант, педагогически его перевели в Калугу, о чём он и мечтать не мог, потому что он имел право преподавать только в начальной школе, а его попросили работать в крупнейших средних школах города Калуги. Он преподавал долго в епархиальном училище, почти 20 лет, уже взрослым девушкам. И он сумел заинтересовать их, а епархиалкам не были интересны физика и математика. Он использовал множество приборов для того, чтобы заинтересовать их этим. И жизнь тогда складывалась очень хорошо. Он написал первые научные статьи свои, посылал их в Москву, Петербург, получал положительные ответы. Его приглашали стать членом общества научных. А это фрагмент выставки, которая проходила в нашем музее, Циолковский педагог, как вы наверняка догадались. Фирменное платье девочки-епархиалки, там были взрослые уже девушки, 14, 15, 17 лет. Оно вообще было педагогическим, и особенно старшие классы в них готовили педагогов. И тоже Циолковскому это очень нравилось, потому что он в этой области прекрасно себя чувствовал. Вот такая парта для одного. Вот приборы некоторые мы видим. Это также фрагмент выставки. Здесь электрофорная машина, обычный предмет, который демонстрируется на уроках физики. И тоже фирменное платье ученицы на куколке. Это зарисовки Циолковского, приборы физические. Вот своей рукой он сделал такие зарисовки карандашом. Работал ученый-педагогом более 40 лет. Уже в советское время завершил эту деятельность. Ему было уже 64 года. Очень много сил и времени отдавал в школе. Писал, я был страстным учителем, сильно утомлялся. И приходив из училища, отдыхал какое-то время, час-два, и только вечером мог приняться за свои научные труды. Либо придумал вставать очень рано, утром в 5 утра. А занятия в училище начинались поздно, в 10. И писал свои рукописи. Это ордена. Он был награжден ими за свой большой педагогический труд. Царские ордена святой Анны и святого Станислава. Третьей степени. А это уже Калуга XIX века. Вот так выглядел город, в который въехала семья Циолковских зимой в феврале 1892 года. 12 лет в Боровске закончились. Первые статьи написаны. Заложен фундамент его будущих научных трудов. Познакомимся с семьёй учёного. Варвара Еграфовна, жена, 20-летним. Циолковский женился на девушке, очень тихой и внимательной. И что общего он нашёл с ней? Это толкование Евангелия. Циолковский весь был в технических вопросах. Много времени школе посвящал. Но религия притягивала его. Образ Христа. Он считал Христа гением нравственности. Он читал Евангелие для себя. Ему очень хотелось понять, вникнуть в эти тексты. Толковал немножко по-своему. Он был один на один также с этими вопросами религиозными. Рассказывал товарищам в школе о том, что Христос очень добрый, очень умный и очень талантливый человек, талантливый врач. И немножко его покритиковали за это, потому что толкование должно быть каноническим. Ему строго сказали, что не надо распространять эти взгляды. А вот Варя, 20-летняя девушка, дочь священнику, которую он снимал тогда квартиру, поняла его. Они сидели вечерами и разбирали Евангелие. Ему это очень понравилось, и он женился. В семье было шестеро детей. Вот мы видим девочек младшего сына Ивана, конечно, уже постарше возраста, Варвара Евграфовна с Иваном и дочерьми. Мария Константиновна и Анна Константиновна, средняя и младшая дочери. Ещё один снимок. Снималась вся семья очень серьёзно. Они так воспринимали фотографирование, как некую работу, которую надо так очень серьёзно исполнить. Но, конечно, снимков это уже после того, как Константин Эдуардович ушёл из жизни. Это снимок 1940 года. Конечно, для нас эти кадры драгоценные. Их не так много. Все они бережно хранятся у нас в фондах нашего музея. Один из домов, в которых жила семья здесь, в Калуге. Вы сейчас увидите экспозицию. Это также наш отдел. Это мемориальный дом Константина Эдуардовича Циолковского. Сначала снимали квартиры. В семье не было денег для того, чтобы купить собственное жильё довольно долго. 20 лет Циолковский работал учителем, чтобы собрать эти средства. И он очень любил такие тихие места. Да, вот даже почему он жил в провинции. Калуга была тихим зелёным городом. Боровского ещё меньше. И в Боровске он жил на берегу реки Протвы. Снимал квартиры. А в Калуге вот этот дом купил на берегу Аки. Здесь тоже такие зелёные места. Здесь начало знаменитого Калужского бора. Этот массив, который проходит между Калугой и Москвой. И очень нравилось ему отдыхать. Он пешком ходил в Бор, на велосипеде ездил, с детьми посещал Бор. Отдыхал от своих трудов, потому что свободного времени никогда не было. Он очень много работал. Все праздники, Пасху, Рождество, все школьные каникулы он работал над своими рукописями. Вот этот дом. И мы входим в этот дом. Вот такая столовая, где вся семья собиралась вечером. Слухач. На столе вы видите трубу, которую мы называем слухачом. Их много он сделал. Это самодельные трубы из жестия. Но поскольку плохо слышал на левое ухо, то использовал их дома. Из дома никуда не выносил. То есть на людях, в школе, в научных собраниях его никогда не видели с этим прибором. А вот комната первого этажа. Белоснежные, маленькие окна, белоснежные занавески израсцовые, печь такая, печное отопление, дрова. Вот это образ жизни калужан и, в общем-то, большинства жителей нашей страны в конце 19-го и в начале 20-го века. Вот эта лестница, которую Циолковский сделал своими руками для того, чтобы подниматься к себе наверх. Ну, большая семья. Как он мог работать? Он устроил себе очень простой кабинет на втором этаже. Рабочий кабинет, светелка и рядом веранда-мастерская. Там его модели, макеты, рабочие инструменты. Рабочий стол, библиотека. Библиотека, конечно, научно-техническая у Циолковского была огромная, но вот фрагмент ее мы здесь видим. И рабочий стол. Сейчас будем говорить о его научном творчестве. Для этого нам лучше всего заглянуть на веранду. Она находится буквально рядом с кабинетом, открытая на все стороны света, светлая такая веранда деревянная. Здесь коньки Циолковского, его велосипед. Он занимался физкультурой, всю жизнь для того, чтобы поддерживать свое здоровье. И, пожалуйста, обратите внимание, вверху такая большая модель дирижабля из жести. Циолковский очень увлекался воздухоплаванием. Это первая его тема техническая. Первая. Мы уже начали немножко о ней говорить. Он почему-то страстно полюбил этот транспорт. Дирижабли его времени были ненадежны. Они работали, они летали. Сейчас такого транспорта нет. Его, в принципе, нет, он ушел из нашей жизни, но ушел в прошлое. И, может быть, когда-нибудь вернется благодаря именно проекту Циолковского и проекту тех энтузиастов, которые хотели бы сейчас этим заниматься. Почему он ему нравился? Он видел в нем социальное значение. Он считал, что можно будет очень дешево перевозить товары, перевозить огромные потоки пассажиров. Почему это дешево? Не надо строить дороги, не надо прокладывать дороги, как для транспорта железнодорожного, для автомобильного. И он писал, он сделал расчет дирижабля из металла. Это был первый в мире проект еще в конце XIX века. И очень внимательно следил за развитием этого транспорта в мире. Через 8 лет после проекта Циолковского, который оценили в стране, у нас оценили, но теоретически он был очень сложным. И, честно говоря, построить его нельзя даже сегодня. Вот эта оболочка из металла, он предполагал на сталь, должна была изменять объем свой. Дирижабля переменного объема. Циолковскому указывали, что идея очень сложная, и промышленность того времени не могла его воплотить в жизнь. Но вот энтузиасты в наше время говорят, что можно ее переработать, каким-то образом и все-таки часть идеи Циолковского войдет в новый транспорт XXI века. И так через 8 лет после того, как была опубликована теория Циолковского, в Германии граф Цепелин увлекся этими проектами, потому что идея дирижабля висела в воздухе. Цепелин создавал металлические дирижабли. И Циолковский очень внимательно следил за его успехами, потому что его мечта именно воплотилась в жизнь тогда. Цепелин был большим энтузиастом, он потратил собственное состояние, вложил его в это дело. Его помогало государство, акционерное общество было создано. И если мы обратимся к кругосветным путешествиям 20-х и 30-х годов прошлого века, это были цепелины-гиганты, которые совершали эти путешествия кругосветные. Есть очень интересное описание первых пассажиров, тогда все было ново, необычно. Они пролетали над Россией, над нашими огромными просторами, рассматривали людей, удивлялись, что после Урала в Сибири очень мало людей, но такая огромная страна населена все-таки неравномерно, и снизу люди рассматривают этих гигантов. Остановка была в Японии, и затем они летели в Соединенные Штаты Америки. Вот такая была потрясающая страница. И Циолковскому было очень интересно, он немножко сетовал, что у нас в стране они стали строить. Ну, создавались макеты, были другие проекты, Циолковским был не один, но что-то не доводилось до ума, что-то не получалось. То есть дирижабли в нашей стране, они тогда были более скромными. Они работали до времен Второй мировой войны, и затем этот рамп совсем ушел, он сейчас в прошлом. Вот Циолковский у себя, это документальные фотографии у себя на веранде, с теми моделями, которые, к сожалению, не сохранились до нашего времени, далеко не все сохранилось. Вот фотографии, он иногда сам делал эти снимки, модели свои снимал. Вот самый большой ряд фотографический, который мы имеем, это снимки его с любимыми дирижаблями. Вот это первая его страсть, первый транспорт, которому он посвятил 50 лет жизни. Об этом немногие знают. Приглашал всех, кто хотел посмотреть его модели, вот такое рабочее состояние у него в мастерской. Сохранились документальные кадры, совсем-совсем мало, это буквально 5-7 минут, живой Циолковский, есть они, и он показывает, как модель его раздувается, наполняет ее воздухом из своего насоса, который он сам сделал, воздушного насоса, улыбается и с кем-то говорит на эту тему. Далее, конечно, все знают Циолковского как основоположника теоретической космонавтики. Эти мысли тоже посвятили его очень-очень рано. Вот в Боровске еще, будучи молодым учителем, он написал работу «Свободное пространство». В ней он написал и нарисовал такой корабль, который находится в космосе, он не выведен туда с помощью ракеты, потому что ракету в качестве космического средства надо было еще открыть. Не сразу эта мысль пришла ему в голову, но вслед за Жюль Верном, он читал роман «Испушкин на Луну», он сделал это жилище для людей в виде шар. Сейчас вы видите портреты двух французов. Жюль Верн – совершенно гениальный писатель, фантаст и Камиль Фламурион. Фламурион был астрономом, но настолько талантливо, настолько ярко, популярно писал об астрономии, «Астрономия Петурэска», у него есть «Живописная астрономия», очень-очень многие другие книги. И они были в России и на французском языке. Единственные книги, которые есть в библиотеке самого Циолковского на французском, это две книги Фламуриона. Больше он ничего не находен. И предполагаем, что французский язык ученый немного знал, немного учил его в гимназии. Ну и, конечно, огромными тиражами книги эти выходили по всей Европе, при жизни авторов и после, и на русском языке. Вот даже влияние Жульверна есть свою главную работу по космонавтике, она длинна, так достаточно сухо называлась, «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Начинает Циолковский с того, что описывает пушку Жульверна, ссылается на Жульверну, говорит, что первые семена мыслей об этих полетах заранил знаменитый фантаст Жульверн и рассчитывает пушку Жульверна, берет описание у Жульверна и считает, полетит она или не полетит, какие будут перегрузки, какой длины жерла, сколько весит этот шар, в котором три путешественника по Жульверну помещались. Первые страницы работы посвящены этому, отказывается от работы, хотя Жульверн, очень много у него было научная составляющая, космические скорости для него рассчитывали в Академии наук во Франции. Это необычайно талантливый человек в области именно техники. И далее мы видим влияние Фламуриона очень большое. Не в этой конкретной статье, но Циолковский написал много научно-популярных работ. Часть из них мы затронем чуть позже. И приемы популяризации, ну вот один вам расскажу, как рассказать детям об устройстве Солнечной системы, как рассказать людям далеким от астрономии, от космических полетов, тогда об этом никто слыхал, не слыхал, конечно, у Фламуриона этого нет ничего. Но Фламурион описывает, вот представьте себе, огромный арбуз, солнце – это арбуз, вишенки, косточки от вишен, это планеты, планеты земной группы, Земля, Венера, Марс, планеты-гиганты – это яблоки, это апельсин, это Юпитер, Сатурн. И Циолковский буквально вторит Фламуриону, рассказывает этими же словами, использует эти же выражения. И очень много в его таких простых доступных текстах мы встречаем мыслей Фламуриона. Оба, и Фламурион, и Циолковский, очень любили Солнце и пытались людям рассказать о его влиянии, о том, что Солнце – это источник всей жизни, это вся зелень, вся природа, существует человек. И описание вот очень похоже у Фламуриона и у Циолковского. Что будет, если Солнце исчезнет вдруг? Но мы не говорим о том, что на самом деле произойдет, что Земля сойдет с орбиты, помчится куда-то, как сирота, просто куда-то она отправится путешествовать во Вселенную уже без руководства светила, которая организует ее движение. Эти факторы они оставляют за гранью текстов своих, но говорят, что наступит страшный холод, мы не сможем утром подогреть кофе, у нас все замерзнет, будет холод такой же, как в холодильниках. И сколько мы проживем, сколько проживет природа? Очень и очень мало. То есть Солнце – это источник жизни. Ну и очень много есть других сходных моментов. Далее мы обращаемся к космической ракете. Циолковский делал модели Дирижабли, вы их уже видели. Но что он мог сделать по поводу ракетной техники, это суперсложная тема. И Циолковский хронологически первый человек в мире, который поднимает ее. Он делает расчеты, он описывает эту ракету, описывает и сухонаучным образом, очень ярко популярно в разных статьях. Но вот его стиль – это стиль учителя, который преподает в школе, которому надо очень просто, несколькими штрихами буквально, описать что-то грандиозное и что-то очень сложное. Перед вами эскизы ракет Циолковского разных лет. Первый он опубликовал, его работа – это главная работа по космонавтике была опубликована в 1903 году. Какие-то позже. Ну, посмотрите, действительно очень-очень просто. Отсек для человека, отсек двигательный, как работает двигатель на жидком топливе, какие компоненты топлива, он описывает. Наши, современные по существу, гигантские ракеты-носители, а было это сто с лишним лет тому назад. Выход человека в открытый космос. Но Циолковский так много писал на эти темы, что нам кажется, он просто жил мысленно в этом мире. Одна часть его сознания была здесь, дома, с семьей, с друзьями, которые, конечно, были у него, с единомышленниками, инженеры экологии, меценаты издавали его книги. Его поддерживали. Он не был одинок, конечно. Издавал очень много, издавал что-то на свои средства, что-то в журналы брали, московские, санкт-петербургские. Первую работу по космонавтике он издал в Санкт-Петербурге благодаря Менделееву. Но кроме этой обычной жизни, жизни учителя и жизни отца семейства, вот эта жизнь, мысленная жизнь его в космосе, в невесомости, она была для него главной. Когда космонавт, который совершил действительно выход, в космическое пространство, Алексей Леонов побывал у нас в музее, он очень долго и внимательно рассматривал этот рисунок. Конечно, надо понимать, что творчество Циолковского это историческое прошлое наше. И далеко не все космонавты, не все просто люди обязаны знать его во всей полноте и, так сказать, вникать в него. Кто-то и через музей или через современные публикации с ним знакомится. И вот Леонов после полета в 65-м году приезжал к нам, посмотрел и сказал, я поражен. Именно вот так этапы выстраиваются, этапы выхода через шлюз в космическое пространство. Ведь из корабля, с борта станции нельзя открыть дверь, нельзя открыть шлюз. Невозможно проветрить ничего. Это замкнутое пространство, герметичное, закрытое. Космос — это враждебная среда. Минус 150 в тени, плюс 150 на Солнце. Нет воздуха для дыхания. И Циолковский описывает отдельную камеру, дверь, в которую открывает космонавт, входит туда, тщательно задраивает, чтобы ни капли воздуха не ушло вместе с ним. В тот момент, когда он выходит в открытый космос, это очень сложные операции по сей день, они волнующие для нас. Хотя космонавты выходят, работают, и по 8 часов, 6 часов положено, но был рекорд, когда 8 или 9 часов они работали вне даже вот этого космического жилища. Затем в обратном порядке, прогулявшись там, Циолковский писал, что не только для работы, конечно, есть еще эстетика вот этого пребывания в космосе, есть какие-то игры на привязь, есть просто юмор, есть восхищение вот этим пространством, этим звездным небом, которое ты видишь. Атмосфера мешает нам на Земле, мы не видим все богатства, все эти сокровища. Люди там совершают эти прогулки. Он описывает даже такой момент, когда в научной фантастике, что вот эта стайка балахонщиков, людей в балахонах, в скафандрах, выпрыгнуло наружу, они веселятся, они водят хороводы, они выстраивают фигуры звезды. Кто видит эти звезды? Но им самим было это интересно. И вдруг они потеряли одного из товарищей. Тут же кинулись к нему, он начал улетать куда-то в сторону, тут же кинулись, тут же подхватили его под руки и на привязи аккуратно доставили обратно в ракету. Все остались живы, здоровы и делились впечатлениями с теми, кто не совершал такой выход. Он буквально жил в этом мире. Ему самому было это чрезвычайно интересно. Но далее, что такое космическая ракета? Вот до сих пор, собственно, мировая космонавтика, именно ракетная техника, она идет по тому пути, который начертал Циолковский объективно. Это не важно. Изучали его труды ученые разных стран, не изучали. Объективно они пришли к тем же выводам, каким и Циолковский, а у нас в стране, конечно, Сергей Павлович Королев, наш главный конструктор, и очень многие другие буквально пользовались книгами Циолковского. Посмотрите на еще один рисунок. У него много таких рисунков. Он наивный, как будто детский рисуночек. Значит, Циолковский пишет, и опять он вторит Фламариону, а что такое наша Земля? Она является космическим кораблем. Да, это замечательный космический экипаж. И мы все жители космоса. Потому что это космическое тело, а мы на поверхности его пребываем. Только как нам понимать себя? Понимаем ли мы себя вот как просто люди, которые обыденной жизнью живут, или мы смотрим след за Фламарионом на звездное небо и думаем о том, что мы там окажемся когда-нибудь? Так вот, Земля, чудный экипаж. Мы не ощущаем его движение. Нам здесь хорошо, нам очень комфортно, но есть один недостаток. Не мы управляем этой планетой. Она летит по воле природы согласно физическим законам мира вокруг Солнца. Задано это движение на многие миллионы лет. Поэтому Циолковский считает, что на планете мы будем жить столько, сколько человечество захочет, не покидать ее. Мы будем ее усовершенствовать, развивать разные виды транспорта. Превратим ее в цветущий сад полностью. Затем какая-то есть часть людей очень творческая, людей, которые инновации создают, людей, которые хотят двигаться дальше. Они всегда хотели идти на полюса, хотели открыть Америку, хотели новизны какой-то в своем движении. И вот очередной этап в этом движении это выход в космос. И там мы будем создавать планеты Земли, может быть, вот такие же круглые, потому что форма сферы это замечательная форма. Будем повторять Землю, но мы уже будем двигаться не пренебрежем законами тяготения. Они уже не будут над нами властвовать, а мы будем двигаться с помощью реактивных двигателей, реактивных аппаратов туда, куда мы сами захотим. И вот рисунок человечки, какая-то почва, какие-то растения, Циолковский пишет растения, обилие солнечных лучей, как можно более прозрачными будут эти жилища, очень много солнца. Ему очень хотелось использовать побольше солнечной энергии. А вот ракета Циолковского у нас в нашем зале. Использовали рисунки, описания ученого и в центре зала Циолковского вот такой макет. Здесь и выход в открытый космос показан, и человечки в красных костюмах, ход их жизни, имитация работы двигателя, все здесь можно посмотреть. Но напомню еще раз, что Циолковский в этой области теоретик, у него не было возможности делать ни ракетные двигатели, ни сами космические ракеты. Но продолжим речь о семье. Кроме того, вы знаете, Циолковский энциклопедист, вот эти две огромные темы, каждый из них дирижабль и ракетная техника, их хватило бы на жизнь человеку, ученому, исследователю, но ему очень хотелось и попробовать свои силы в других областях. Волноломы, волнорезы, какие-то частные технические задачи. Вот последняя статья, над которой он работал уже тяжело больным перед уходом из жизни, это было лето 1935 года в Калуге. Последняя статья, полторы странички, это глубоководная ботисфера, и глубины морские, и космические просторы, все ему хотелось освоить. Но если Циолковский начинает как человек, который имеет притяжение к религиозной теме, и человек, который себя реализует в технике, то где-то к 40-45 годам он начинает задумываться над вопросами философскими. Это вопрос о смысле жизни, о бессмертии, есть ли оно, зачем живет каждый человек, зачем живет человечество, куда мы идем, и какие задачи, сверхзадачи мы должны ставить. Сейчас перед вами портрет старшего сына семьи Циолковских, Игнатия. Молодой человек, очень красивый, очень талантливый, он золотой медалью закончил Калужскую гимназию, и поступил в Московский университет, это лучшие учебные заведения страны, и в 1902 году так было, когда происходили эти события, и сейчас. Это ценнейший вуз наш, он поступает на физико-математическое отделение. Циолковский, который не закончил вуза, не имел такой возможности, он страшно гордился сыном, он очень радовался, и мне кажется, он видел в нем свое продолжение. Вот из всех шестерых детей он надежды все свои возлагал на Игнатия, как на человека, который продолжит, может быть, его дело. Но Игнатий прожил очень короткую жизнь, его не стало в его 20-летнем возрасте, он закончил только первый курс. Что случилось там в Москве, мы не знаем. Родители не ездили, они не присутствовали при этой трагической ситуации, версии есть разные, но сейчас говорить о них, наверное, не стоит распространяться, потому что мы действительно не имеем об этом сведений. Другой вопрос, что Циолковский, который наблюдал жизнь, вы знаете, вот этот человек, который, ну, как бы, со стороны смотрел на земной шар, вот, держал у себя на ладони и думал, как улучшить жизнь этого шара, как улучшить жизнь всех жителей этой планеты, он также размышлял над смыслом жизни, и просто трагическое событие, это стало последней точкой, последним толчком для того, чтобы Циолковский начал писать свою первую философскую работу. Он так и пишет в дневнике начало 1903 года, а Игнатий ушел из жизни в декабре 1902-го, трагическая смерть сына Игнатия. Я должен дать бессмертие всем людям, которые ушли из этой жизни, всем, кому это предстоит, чтобы люди понимали, что они сообразны Вселенной, что жизнь – это иллюзия слабого человеческого организма, человеческого существа. мне кажется, что именно интуиция, духовная интуиция, потому что церкви не пришел, каноническим верованиям он не пришел, но какая-то интуиция, очень глубокая духовная интуиция бессмертия была, и она выразилась в другой форме, в другой материалистической форме. Но здесь хочется сказать вам самое главное, чтобы мы… Есть такая драгоценная идея, потому что Циолковский не простой писатель, он никогда не пользовался специальной научной речью, может быть, его отсутствие образования академического спасло от того, чтобы он стал таким ученым, который бы узконаучным языком выражался, он очень любил популярно говорить, потому что говорил со всем миром. Его тексты, если их прочитать, они понятны и доступны всем будут. Но вот хочу вам очень кратко рассказать о его самой, на мой взгляд, главной философской идее. Сейчас мы увидим обложку это современное издание повести Циолковского «Грёзы о земле и небе». Написал он её рано, в конце XIX века, и первая публикация была в 1895 году. И там Циолковский это фантастика, но в ней заложен глубокий философский смысл. Он пишет, «Я умер на земле, и душа моя летала по солнечной системе. Я оказался в поясе астероидов, и там, на этих маленьких планетках, живут совершенно другие существа». Он описывает внеземную цивилизацию, как мы считаем, он описывает будущее земного шара, будущих обитателей, то есть потомков нашего человеческого рода. Эти существа были необыкновенно красивы, грациозны. Я не могу вам передать их внешний облик, но они были необыкновенно грациозны. Но главное, что их отличало от человека, это изумрудные крылья за спиной, крылья с хлорофилом. Это самое главное, что отличает этих существ от нас с вами, то есть свойства зеленого листа. Зеленому листу Циолковский придавал космическое значение. Это та точка Х, которая преобразует солнечную энергию в энергию, которую мы потребляем здесь, на Земле, потому что растением питаются и животные, и растения. И вот для того, чтобы снять все эти проблемы питания, Циолковский представляет человека будущего, каким он будет, не через тысячи, а через сотни лет, через миллионы лет. Это человек, он называет его животное космоса, человек практически бессмертный, который питается непосредственно солнечной энергией, то есть не зависит от растительного царства, от животного царства. Другой вопрос, как они существуют без человека, как они развиваются, оставят ли Циолковский право на существование, или их вообще не должно быть, потому что все живое будет воплощаться только высшие формы вот в таких людей. Но мне думается, что идея чрезвычайно красива, стоит с ней познакомиться, стоит почитать эти тексты Циолковского и поразмыслить над ними. Десятки лет в разных рукописях гуманитарного плана Циолковский повторяет эту идею, описывает ее, описывает, почему это существо бессмертно, как оно бессмертно. А вот там в первом описании, в грезах, он задает вопросы, он землянин, впервые увидел все это, все эти чудеса и говорит, а сколько вы живете? Да мы живем, мы даже об этом не думаем, необыкновенно долго мы живем, не задумываемся над этим, ну хорошо, но вы же умираете, очень редко случается такое, да, никакой проблемы, наши товарищи тут же воплощают нашу душу в новое тело. Вот вкратце его мысли. И так в десятки лет он пишет об этом, и эта идея такая устойчивая для него была, очень была ему дорога, и сейчас мы кратко с ней познакомились. Но и два слова об обществе, как Циолковский представлял себе жизнь будущего. Он полагал, что очень много критики с его стороны было в адрес нас, ныне живущих. Вот он пережил всю трагедию, все тяготы Первой мировой войны, да и гражданской войны в нашей стране, размышлял об этом, и ему очень хотелось, чтобы никогда больше это не повторялось, чтобы не было таких вещей. И главные пороки человека, как он полагал, это насилие, то есть насилие в виде войны и лень. Лень. Он считал, что если люди не трудятся, не изучают Вселенную, не славят Господа Бога, у него есть именно такие слова, то это люди, ну вот им не повезло, у них нет свойств талантливого, энергичного, активного человека, и мы, общество, мы должны содержать этих людей, создать им жизнь очень хорошую, кормить их, если они не хотят трудиться. Ну вот есть такой недостаток, что делать, мы можем только им сочувствовать и украсить их жизнь, насколько это сможем. Но кто же для него был идеалом? Вот здесь вы видите обложку книжки «Вне земли», это другая повесть Циолковского, и пять портретов. Ньютон, Гельмгойц, Галилей, Лаплас, Франклин, гении, титаны, учёные разных стран, разных времён. И вот под этой обложкой «Повесть вне земли» Циолковский собирает этих учёных, эти пять имён, и добавляет шестое, это русский Иванов, он выводит себя под этим именем. Они живут в Гималаях, в роскошном замке, занимаются наукой, занимаются изучением мира, все глубоко учёные, и русский, так как и было в жизни, изобретает ракету, но он не работает в одиночку, так как ему пришлось это делать в его реальной жизни, а товарищи понимают его с полуслова, подхватывают эту мысль, и каждый вносит свою лепту. Кто-то делает расчёт ракеты, кто-то делает чертежи, начинают строить, и огромные армии рабочих к услугам, огромные водопады дают энергию, это очень состоятельные люди, вот все богатства земного шара к их ногам, и они очень быстро строят ракету, и почти все отправляются в полёт, то есть по Циолковскому, и он пишет, об этом времени мирно шествовало человечество по пути прогресса, только общими усилиями создаётся вот эта новая техника, и человечество выходит в космос, тогда, когда оно решило все свои насущные проблемы на земле, вот так вкратце таковы его представления, это очень красиво, вот такие учения о светлом будущем, и о том, как надо жить, в отличие от той жизни, отчасти проблемной, которую мы с вами имеем, и в Циолковский один из тех, кто развил эту идею очень подробно, очень красиво, и также можно к этим текстам обратиться. Ну, я хочу закончить на этом, и давайте общаться каким-то образом, как получится. Давайте я возьму слово всё-таки, как это предполагалось. Друзья, у нас сегодня, да, космическая тема, очень здорово, что все встречи на этой неделе, они у нас имеют разную тематику, я напомню, что все наши встречи организованы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, и проводятся они для клубов русского языка, ну, на этой неделе во Франции и в России. И в понедельник, если помните, мы с вами говорили о интересных фактах о русском языке, во вторник обсуждали зарождение появления московского метро, в среду у нас что было, боже мой, живопись, да, в среду у нас была, мы говорили о живописи, если вы помните, лектор нам тогда посоветовал, напомнил, что если вы идете грабить музей, не берите импрессионистов, берите классицистов, вот это важная ремарка, вчера у нас была прекрасная встреча с Андреем Геласимовым, мы обсуждали начало 20 века и личность Григория Распутина и сегодня вот у нас космическая тема Константин Циолковский, тоже личность, значение которой в истории, культуре и науке России и всего мира невозможно отрицать. Я хочу сказать спасибо, думаю, от имени всех участников, не совру, за прекрасную лекцию Вера Ильинични и вопросы, вы пока можете писать свои вопросы в чат или нажимать значок поднять руку, мы ваши вопросы озвучим или включим вам микрофон. А пока, Вера Ильинична, вопрос такой, ведь Константин Циолковский, вот вы упомянули о тяготах, которые он перенес во время Первой мировой и гражданской войны, но это же еще было время смена вообще глобальных перемен в стране и смены в том числе и государственного строя, режимов, как в этом плане, как он к этому отнесся, и все-таки он достаточно, почти 20 лет он прожил еще после революции, вот как он к этому отнесся. Так, сейчас микрофон, подождите, подождите, мы включим микрофон, одну секунду. Он отнесся с энтузиазмом, с одушевлением, ему казалось, что вот некие всплески такие, они позитивны, особенно в своем деле, в учительском деле он это видел, потому что в школе новые порядки, более демократичные, это вот та старая школа, нацарская, но она была другая, чем после Октябрьской революции на стране, и учительский труд был не настолько сложен, учитель был не настолько загрузен, его именно свободное время привлекало тогда, но школа была очень сухой, например, учителю, детям не разрешалось разговаривать с педагогом на переменах, вне школы, вот такой вот тип общения был, я не так много это знаю, но вот со слов Циолковского и его современников, и ему было радостно, что вот какие-то всплеск активности людей пошел, какие-то мероприятия, какие-то театры, какие-то кружки, клубы, вот кипела вот эта жизнь. Далее, в 20-е годы Циолковского стали активно приглашать в Москву на диспуты по дирижаблю, по дирижаблю-то не строились, а идея его была дорога, и его, он стал востребован, его много возили по Калужской области, он выступал перед красноармейцами, перед крестьянами, уж в какой степени интересно это было, его мысли, есть масса фотографий, где он с ними снимается, то он очень востребованный человек, но и именно, вот хочу отметить, что ряд работ по теории общества он пишет, начиная с 1918 года, а во Вне Земли, он дату ставит, крайне интересную, событие Вне Земли проходит в 2017 году, вот это отражение событий революционных, но гражданская война, как бы сказать, вот опускает его крылья, он понимает, что не все благополучно, действительно наступает в определенной мере катастрофа, и 19-й год, 1919 год, ряд приносит тяжелых событий, он сам арестован, он оказывается в организации Дзержинского, тогда, на короткое время, ну, наверное, что-то не то говорил о советской власти, наверное, он сетовал на трудности того времени, эти документы были долгое время закрыты, их, ну, вот, не так уж давно на крылья откопали, всего две недели, но после этого, вернувшись домой в Калугу из Москвы, Циолковский все свои религиозные рукописи, их было достаточно много, писал в стол, он их не публиковал, просто никому не показывал, и многие другие работы гуманитарные писал в стол. Его юбилей отмечала страна очень торжественно, в 1932 году, ему было 75, в Москву приглашали в колонный зал Орден Трудового Красного Знамени вручили, но говорили, академики того времени, говорили, Константин Дурач, мы глубоко уважаем ваши технические труды, воздухоплавание, межпланетные сообщения, самолеты ваши, все чудесно, пожалуйста, не распространяйте ваши брошювки по философии, они, их выпускал Циолковский в Калуге на собственные деньги, эти тиражи лежали у него дома, он распространял их вот как сам из дат, и он понимал, что да, надо прислушиваться, просто как мудрый человек, умудренный опытом человека определенного возраста, уже, ему было за 60, вот такая была ситуация. Да, спасибо большое, я, друзья, еще раз напомню, дорогой мой коллега из Польши, который все время мне помогает, спасибо, в чате вы можете видеть сайт, на котором выложена вся программа нашей встречи, если кто-то еще там не прошел регистрацию, вы, пожалуйста, регистрируйтесь, это занимает секунду, но там есть вся программа, и на этом же сайте будет выложена видеозапись всех вот наших бесед вечерних на этой неделе, в том числе и сегодняшней, конечно же. Вот, много еще разговор про Константина Циолковского, он сам был автором множества книг, да, и вот начинает брошюр, заканчивая там гораздо более серьезными трудами, и о нем тоже писали книги и произведения, вот, из самого свежего, из самого последнего, вы наверняка знаете, что текст «Тотального диктанта» 20-го года, замечательный писатель, Андрей Геласьмов, написал как раз о Константине Циолковском, видели ли вы этот текст, может быть, вы даже диктант писали, и, у меня очень хочет участвовать собака в нашей беседе, мне тоже очень этот вопрос волнует, видимо. Вот, сейчас я выключу микрофон, а вы нам пока расскажите, пожалуйста, про ваше мнение по поводу текста диктанта, если вы его знаете. Увы, нет, незнакомо, не могу ничего сказать, совершенно для меня новая информация, просто. Боже мой, это шок. Да, ну, я тогда могу сказать, на сайте «Тотального диктанта» этот текст выложен, и его писали многие, ну, да, многие тысячи человек по всему миру, я сейчас не скажу точное количество, но, собственно, «Тотального диктанта» писали, мне, конечно, безумно обидно, что в этом году из-за вот пандемии, из-за карантинов, из-за всех этих событий вот именно «Тотальный диктант» перешел в онлайн-формат в основном, потому что текст прекрасный, и там буквально в коротких рассказах, в коротких четырех частях вот дана как раз биография Константина Циолковского, потому что, ну, современные дети, особенно вот, вот если говорить про детей из смешанных семей, да, вот как, ну вот, которые живут за границей, у которых там один из родителей русский, другой нет, они, в общем-то, мало уже знают о советской космонавтике, ну, максимум, да, про Гагарина еще как-то знают, про Циолковского гораздо меньше, и вот такой короткий текст в формате, он, ну, здорово, что он дал возможность познакомиться, в общем-то, широкой публике с биографией Константина Циолковского, потому что в нем, вот от самого детства, от того момента, как он оглох, да, и до, собственно, ну, там заканчивается текст, когда уже Циолковский состоявшийся там зрелый человек, поэтому вот, если кто-то еще этот текст не видел, его можно посмотреть на сайте тотального диктанта, прочесть, он очень интересно, к тому же написан прекрасным писателям, ну, соответственно, язык изложения тоже очень красивый, вот, но... Я спрятала про аудиотексты, можно будет потом сказать, да? Информация еще есть, да? Да, ну, давайте, что вы хотели сказать? Вот вы, конечно, для меня тоже шок, я обязательно все это посмотрю, потому что, ну, не за всем можно следить, просто не было, или я чем-то другим занималась. Значит, на нашем сайте Государственный музей истории космонавтики, официальный сайт, вы легко выйдете, должны быть вывешены аудиотексты, аудиокнига музея космонавтики, и там шесть текстов Циолковского, наши сотрудники читают их, где-то с комментариями, то есть где-то мы просто говорим о том, когда статья написана, по какому поводу, а вот вне Земли, там я рассуждаю о том, почему именно эти, имена Ньютон, Гельмгольца, почему вот Циолковский взял в свою команду этих ученых, хотя у него, в его статьях, 550 имен, вот чем они были близки к нему, ну там чуть-чуть наших комментариев, и дальше звучит сами тексты Циолковского, вот может послушать просто любой. Замечательно так. Но помимо книг, написанных Циолковским и о Циолковском, он же еще оставил свой вклад в киноиндустрию. Есть же замечательный, немой, вот просто слушайте, немой советский научно-фантастический фильм, называется «Космический рейс о покорении космоса», и вот сейчас в аннотации к нему написано, что при съемках фильма были решены многие технические задачи, к его созданию были привлечены лучшие инженеры и специалисты-художники. Фильм признается одним из самых выдающихся научно-фантастических фильмов эпохи немого кино. Но если смотреть даты, то я, насколько знаю, Константин Циолковский участвовал в его создании, это был 1935 год, но премьера состоялась 21 января 1936 года, то есть Циолковский, получается, уже не увидел, он умер раньше. Можно ответить, да? А там была такая ситуация, режиссер Журавлев приезжал сюда в Калугу, группа, съемочная группа была в Калуге, они советовались Циолковским, чем он может помочь, и тогда именно под этот фильм, под этот сюжет, Циолковский создал альбом космических путешествий. Это рисунки, вот большая часть рисунков жизни вне Земли, один из этих рисунков я вам сегодня показала, вот они как раз принадлежат альбому, то есть если бы не съемки фильма, не было бы этого альбома. Альбом сам находится, подлинник, в Москве, в архиве Академии наук, фонд Циолковского, фонд 555, вот очень легко запомнить, 555, и архив, я очень благодарна архиву, и мы все благодарны, потому что архив открыт, он выложен полностью, это, насколько я помню, две с половиной тысячи единиц, начиная с заглавных статей и заканчивая записными книжками Циолковского, все это скачивается, все это читается, вот, и все это можно посмотреть, вот такая была связь. То есть Циолковский представлял, видимо, он действительно работал консультантом, и как невесомость организовать, что это такое, как стартует ракета, вот, конечно, да, он был консультантом, да, это исторический факт, такой очень интересный, действительно, один из первых фильмов, замечательный совершенно, мы и до сих пор его показываем, посетить фильм. В эпоху немого кино, научно-фантастический фильм, это что-то отдельное. Друзья, если вы посмотрите в чат, там вот есть уже ссылочка на сайт как раз музея, вот, и на сайте нашему организаторскому club.rus.study уже выложены анонсы мероприятий на следующую неделю, я думаю, что, я не думаю, я знаю, что они тоже будут невероятно интересными, и сейчас у нас, да, руку, руку, вижу поднятую руку и включаю микрофон. Так, вопросы. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, друзья. Вера Единична, большое вам спасибо. Большой привет из Польши и хотелось бы тут две такие ремарки, да, значит, не то, что ремарки, а комментарии, да, традиционные с моей стороны. Во-первых, я хочу прислать ссылку на фильм, я вот нашел тут оперативу, на этот фильм, надеюсь, это он, да, снимал его студия Масфильм, и сейчас вот, несмотря вроде бы на то, что это теми, но студия Масфильм очень много своих фильмов выложила в сеть, и можно их, соответственно, посмотреть, во всяком случае, мы больше этим не пользуемся благополучно. И такой вот еще один комментарий, между прочим, да, наша школа находится в Белостоке, и самая большая улица в Белостоке, самая длинная, именно вот носит имя Константина Циолковского. Такой вот интересный факт. Ура! Да, представляете, и на самом деле, помимо Белостока, вообще в Польше, есть улица Циолковского, и не одна. Точно, я географию вам сейчас не скажу, не готовился я специально. Вот, ну и насколько я знаю, что и в Москве, соответственно, есть там связанные с Циолковским места и в Калуге, и, в общем-то, вообще по всему миру, да, величайший ученый. И согласен вот с Натальей, что в этом году тотальный диктант был посвящен Циолковскому, очень хорошей идеей, отличной идеей, действительно, надо гордиться такими людьми, как Константин Циолковский. Вот, ну, наверное, у меня все. Еще раз спасибо. Добавлю только то, что вот, то, что Наталья сказала, что, ну, конечно, регистрируйтесь на сайте для любителей русского языка и русской культуры, как раз-таки все это делается. Вот, так что и анонсы там есть, потрясающие мероприятия, на этой неделе потрясающие мероприятия, на следующей неделе будут. В общем, приглашаем, сердечно приглашаем. Спасибо. Спасибо большое. Я пока вот тут нашла в интернете, где же есть улицы Циолковского. Очень много. В Белоруссии, в Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Горках, Могилеве, Полуцке, Слуцке, Сморгоне, в Казахстане, в двух городах Нурсултане и Павлодаре, в Крыму улицы Циолковского, в Джанкое, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, в Латвии, моей любимой, в Даугавпилсе, улицы Циолковской, Молдавии, в Дубосарах и Тирасполе. Ну, в России вообще не счесть. Тут огромный список. Город Циолковский еще. Да. И в Украине тоже тут длинный-предлинный список. Так что Циолковский Циолковский живет в том числе и вот в таком вот память о нем в таком вот виде живет. Друзья, если какие-то есть еще вопросы, поднимайте руки, пишите в чат, говорите, что вы хотите. Я пока спрошу у Веры Ильиничны, как вы думаете, если бы Циолковский вот жил на сто лет, даже не на сто лет больше, но вот в наше время, как вы думаете, вот он бы себя нашел где? Тоже в науке? Или как-то чем бы сейчас он мог заниматься и каким бы он был? Вписывался бы он в нынешнюю реальность или нет? Вот как вы думаете? Ну, во-первых, мир изменился в сторону техногенного развития. Ему было бы сейчас легче работать. Легче. То есть вот даже то, что мы называем мировой паутиной, он где-то, я сейчас точно не вспомню, но у него было предвидение, предчувствие вот этой связи на планете Земля, когда мы все можем подключаться и общаться. То есть вот что-то подобное он чуть-чуть предчувствовал и очень бы этому радовался. Понимаете, у него главная идея, заглавная идея, это транспорт. Зачем? Чтобы объединить людей, уничтожить вот эти границы пространственные, чтобы люди могли как можно быстрее перемещаться. И даже, ну, скажем, есть у него мысли, которые не воплотились, и сейчас он мог бы подступить хотя бы отчасти. Вот в тех же грезах у него описан наземно-космический поезд. Наземно. То есть вокруг экватора некая система, многоэтажная система. Вот в научной фантастике вы все знаете, есть идея движущегося тротуара. Вот начинается с этого. Человек входит просто, входит на этот тротуар. Дальше он поднимается на следующий ярус, который быстрее движется, быстрее, быстрее, быстрее. Представить это очень сложно, но он описан. Вот у него есть такое словесное описание. И в конце концов он оказывается внутри поезда, несущегося с первой космической скоростью. Вот эта гигантская система. У него такие глобальные идеи были. Какие-то солнечные машины, огромные. И вот еще одна самая, которая просто поражает воображение. Вот эти эфирные города, о которых мы говорили, они вокруг Солнца выстраиваются с радиусом в 150 миллионов километров. Расстояние от Земли до Солнца. То есть сейчас, вы понимаете, вот сейчас это все, опять-таки, не на нашу перспективу, но, по крайней мере, какие-то научные круги. сейчас очень много структуры академических и неакадемических. И молодежные круги могли бы обсуждать хотя бы это все, обсуждать. А сто с лишним лет назад ему не с кем было этим поделиться и некому было это передать. Он мог только бумаги передать, статьям своим. А сейчас у него было бы больше поля для деятельности, намного. Потому что мы достигли очень много бы за эти 100 лет. То есть судьба была бы, в общем-то, та же, что 100 лет назад он был знаменитым ученым, что сейчас он бы тоже, ну, большой долей вероятности был бы знаменитым. Да, он бы занимался транспортом, да. Вот, ну, в преддверии Нового года все-таки у нас тут на носу праздники вспоминается фильм «Карнавальная ночь», по-моему, какие-то, по-моему, «Карнавальная ночь», да, где там есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни науки этой. Есть ли жизнь на Марсе или где-то еще? Как вы думаете, что там? Ну, Циолковский, да, вы просто рассказали про вот людей, ну, не людей будущего, а жителей фантастических, которых он описывал. Ну, вот, как вы сами думаете? Вы знаете, надо мной сейчас давлеет Станислав Лем. Я его очень люблю. Читаю, сейчас перечитываю, потому что, ну, как сказать, что-то ты понял, что-то тебе надо отложить на будущее, даже в моем возрасте. Вот я сейчас читаю Лема и просто, ну, в упоении читаю. И один из докладов у меня был «Циолковский Лем». Я сейчас не очень вспомню содержание, но вот именно проблема контакта у Лема – это ответственность человека за другую жизнь. А жизнь у него, там, и Солярис, и механическая цивилизация, еще что-то, ответственность человека, как человек себя ведет. И у Циолковского тоже. Когда мы вышли туда, вот что общее между ними, когда мы вышли, это проблема ответственности, что ты понесешь, какую нравственность, и все за ней какие знания, что можно передать. Ну, есть она или нет, или… Ой, конечно, хотелось бы, чтобы была, а согласно Циолковскому, в общем, весь мир кишмя кишит, вот его выражение, высокоразвитыми цивилизациями. И мы пока немножечко не готовы, почему они с нами не общаются. Мы не готовы, мы не решили наших здесь внутренних проблем. Как только будем готовы, они проявятся и поведут нас по этому светлому пути. И у него есть описание такое. Вот эти общества, объединяются планеты, объединяются галактики, объединяются президенты галактик, напрямую общаются с причиной космоса, то есть с той силой, тождественной Богу, которая создала весь материальный мир. Вот у него просто есть это. Так что мы немножко еще не можем получать той информации. Почему? Мы очень молодые, мы очень молодые. Вселенная существует там какие-то биллионы-биллионов лет, а Земля, ну что там ей несколько миллионов? Она еще очень маленькая, малышка еще в Земле, и цивилизация наша такая же еще, малышка. А потом мы будем расти, взрослеть. И вот эта рука дружбы оттуда, она к нам придет. Очень хочется в это верить, что это именно так. Да, будем надеяться и верить, потому что даже в условиях сейчас карантина, мы надеемся и верим в лучшее. И, кстати говоря, большое спасибо, вот я не устаю говорить на этих наших вечерах. Двадцатый год, он, все его клянут, конечно, и скорее бы он закончился и такой растекой, но посмотрите, мы же, какие прекрасные вещи вышли в онлайн. Ранее, наверное, нам бы были недоступными, да, и нам пришлось бы теми же лекциями идти в музей, там в Лектории, еще куда-то, а сейчас вот мы, на этих встречах очень обширная география, совершенно шикарная, хотя они изначально организовывались вот для клубов русского языка во Франции и в Польше, но на самом деле, как мы уже за эту неделю выяснили, из очень многих и других стран тоже участники слушают и общаются вот на этих вечерах, поэтому, в общем-то, здорово, и мы тут уже тоже каждый вечер это обсуждаем, что, наверное, будущее за онлайн-форматой, но кто знает, и хотела вот такой под занавес нашей беседы задать такой вопрос, я вот сейчас тут внезапно учусь в университете во Франции уже в третьем в своей жизни, в общем, все, очередная у меня тут, у меня дочь студентка, и я теперь сама студентка, и вот мы задавали, у меня в начале декабря была сессия, и один из вопросов там, когда мы задавали язык, надо было подискутировать на заданную тему, и, значит, мне достался вопрос для дискуссии, можно ли не ходить в музеи, а исключительно в онлайн-формате, все вот это вот изучать, искусство и культуру, поскольку вот в этом году мы вынуждены были, в общем-то, так и делать, и доступ к музею, он у нас то открывался там на несколько, там на пару летних месяцев, то опять все закрывалось, в России, насколько я знаю, сейчас музеи открыты, да? Москва закрыта, Санкт-Петербург закрыт, мы открыты, потому что Калуга столица Нового года, вот в России в этом году, вот так получилось, и мы будем принимать, у нас огромное количество туристов в праздники, в январские будет, и сейчас уже начинаются посещения, вот так. Музеи закрыты просто вот тотально, с марта месяца, поэтому, но очень-очень многое действительно в онлайн перешло, и многие музеи, и российские, и зарубежные сделали онлайн-туры, какие-то тоже и лектории, и возможность вот 3D-бродилки по музеям устроить, вот как вы думаете, все-таки, ну, без живого посещения возможно перевести музеи в онлайн-формат, или все-таки нет, в музеи будут ходить, и в онлайн-формат целиком это все не уйдет? Мне думается, должен быть принцип дополнительности, потому что, да, ситуация, и вот ситуация, она была, я тоже вот абсолютно с вами согласна, вот этот позитив есть сейчас, вот, и будем готовить и лекции, будем готовить беседы, и для самых разных аудиторий, мы тут, как все музеи сейчас, как все, вот, и когда начиналось, сейчас мы уже привыкли отчасти к ситуации, не так остро, а когда весной мы все сидели дома, музей был закрыт, и огромные выставки готовились в Москве, вот, Пушкинский музей Эрмитажа в Санкт-Петербурге, и открывает директор, да, там огромное количество людей должно быть, и директор говорит, здесь у нас никого нет, но с нами весь мир, у меня просто слезы, потому что смотреть могут все, а выставки колоссальные, это очень-очень все интересно, это всегда событие культурное, принцип дополнительности, онлайн-путешествия должны быть во всех форматах, для всех людей, куда угодно, начиная от Крошечного музея где-то там в области у нас, есть такие изюминки, они, все музеи хороши, нет больших и малых, нет там слабых и сильных, все музеи надо посещать, вот, по возможности, но когда ты попадаешь, ну, боже мой, любой город, любая страна, ты дышишь этим воздухом, ты погружаешься туда, и это не сопоставить тоже ни с чем, тут есть возможность, обязательно бывать везде, в том числе и у нас в Калуге, в космических местах. Да, я могу сказать, что я сказала, да, примерно то же самое на своем экзамене, что онлайн прекрасен, но без живого контакта никуда, и в том числе прекрасно, что, посещая вот такие музеи, как ваш, да, можно все-таки вот хоть чуть-чуть, там, хоть так, покасательный, но прикоснуться к великому, потому что космос и СССР, и вот, ну, наследие потом уже СССР, это, в общем-то, все русскоговорящие люди во всем мире, они, ну, там, к СССР имеют какое-то отношение, и себя как-то идентифицируют с этим, и история космонавтики, и вот русский, советский космос, да, но это вот, это наше все, в общем-то, вот Пушкин наше все, и космонавтика, это вот тоже такое еще одно наше все, вот, поэтому это здорово, это прекрасно, спасибо вам огромное за беседу, так, это рука, это рука, сейчас, это рука та же самая, или это уже новая рука, сейчас включу микрофон, сейчас на всякий случай, та же самая рука, я горд, кстати, тем, что, вот, многие из нас из России, тем, что, в общем-то, наша страна полетела в космос первый, и в том, что наш язык, на котором мы говорим, в том числе, на международной космической станции, и хочу вот тоже еще добавить, я думаю, вероятно, что вам наверняка этот факт очень понравится, когда мы привозим туристов, привозили, да, даже не туристов, из Польши в Москву, наиболее, вот, часто всегда, то, что вот, особенно на ВДНХ, павильон космоса, вот, только павильон космоса, больше, на ВДНХ много чего интересного, но павильон космос, во всяком случае, наших туристов, наших студентов, наших учеников, интересует больше всего. Здорово. Комментарии из Польши. Здорово. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, мы, тогда, а, вот написала, в чат написала Яна, наша прекрасная, Яна из Таллина, вот Таллин тоже сегодня с нами, Яна написала тоже, спасибо за очень интересную лекцию, просто вот, нас тут много, так получилось, собралось как раз, людей, имеющих отношение к Татальному диктанту, поэтому, поэтому мы все прекрасно знаем, вот этот текст, ну то есть, ну то есть, Солковский, он вот в нашем, в нашей жизни, в 2020 году, очень ясно присутствует, поэтому, в том числе и сегодняшняя лекция, да, вдвойне интересно было для нас, большое спасибо вам, и тогда, да, на этом будем прощаться, друзья, спасибо большое всем участникам, за, уже как родные, мы тут все встречаемся по вечерам, спасибо большое, что в этот вечер вы в очередной раз были с клубами русского языка, Вера Ильинична, еще раз спасибо от имени всех участников, и от себя лично, за такую интересную лекцию, и за ваш рассказ. Спасибо вам, потому что, за то, что пригласили, вот такой формат, и в ваш проект, это все очень здорово, вот, я тоже что-то новое для себя открываю, что-то впервые делаю, но всегда это должно быть в жизни, здорово сегодня было, спасибо. Спасибо вам, все, друзья, прощаемся, у нас тут чат сыпется благодарности, да, все, мы остались друг другом там.